Развалины в городах. Речь о заброшенных зданиях. Для республики проблема актуальная. Руины портят вид. А еще могут в любой момент обвалиться. Это небезопасно. Накануне проблему обсуждали у президента. Террас по недалеко от площади Суворова переулок Христофорова. Развалины консервного завода Ткаченко. Готовая декорация для фильма про постапокалипсис. Сам завод построили в 1925 году. Тогда тут работали свыше 700 человек. В год выпускали более 400 тысяч банок консервов. Мне рассказывали, что оказывается именно отсюда многое из того, что здесь производилось, попадало в Кремль на знаменитые обеды, которые давались высокопоставленным гостям. Например, сказали, что это было такое варенье из зеленых орехов. Заводу удалось пережить Великую Отечественную войну и фашистскую оккупацию, но не развал Советского Союза на рубеже. В 80-х-90-х производство остановилось. Территория поросла сорняками, фасад словно после бомбежки. Внутри разруха. Обваливается потолок и штукатурка. О заводе Ткаченко говорили на совещании у президента. Вадим Красносельский дал поручение привести территорию в порядок. Необходимо как минимум все оттуда вывезти и куда-то это все утилизировать. И место надо для складирования этого всего возможного бетона, всех этих конструкций и так далее. Если так порассуждать, то, конечно, там необходимо строить какой-то микрорайон небольшой. Но когда там будет готова площадка для организации этого проекта, тогда появятся и желающие строительные организации строиться, город может строиться, министерства, ведомства могут строиться и так далее под общим каким-то проектом. Снова Террасполь, улица Карла Маркса. Неподалеку от Зеленого рынка вот частные дома. Правда, это здание жилым не назовешь, как, собственно, и зданием. От него мало что осталось. Вот одна стенка, кусок покосившейся крыши, который, кажется, может упасть в любой момент. Все поросло бурьяном, вот какие-то кусты, строительный мусор. В общем, выглядит так, словно простаивает уже несколько десятилетий. Заброшки есть и в Бендерах. Яркий пример – здание речного вокзала. Выбитые стекла, трещины в стенах, граффити на фасаде. Собственник у здания есть, а ремонтов нет. Судьбу здания пытаются решить через суд. 27 апреля наконец-то состоится заседание суда, потому что ранее оно было перенесено. Также мы готовим работу о заходе в суд и по второму объекту. Это по молдавской школе. Там было совместное совещание. Составляются регулярно протоколы за то, что в неухоженном состоянии этот объект содержится. Заброшенными зданиями в стране занимаются. Провели ревизию. Есть и рабочая группа при Верховном Совете. Вносят изменения в закон, чтобы эффективнее решать проблемы с заброшками.